Кредитное отношение – это важная составляющая общества. Благодаря такой услуге многие могут приобрести все необходимое, например, автомобиль, квартиру, бытовую технику. Ну и для развития бизнеса это важная составляющая. Почему в Абхазии нет длинных и дешевых кредитов? Как сделать кредиты доступными для разных категорий граждан? Об этом будем подробно говорить с Георгием Квиквискири, начальником управления исследования информации и статистики Нацбанка Республики, и Русланом Джугели, заместителем председателя правления Сбербанка Абхазии. Они сегодня у нас в студии. Приветствуем. Добрый день. Здравствуйте. Итак, наверное, начнем с главного. Почему в Абхазии нет длинных и дешевых кредитов? То есть, почему все граждане, которые хотели бы получить кредит, не имеют такой возможности? С кого начнем? Как вы думаете, с национального банка или со сберегательного? Наверное, со сберегательного есть смысл начать, потому что вы занимаетесь выдачей кредитов. Да, непосредственно выдачей кредитов. Сбербанк Абхазии предоставляет кредиты физическим лицам, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также кредитным организациям. Ну, основную долю в кредитном портфеле, конечно, занимают кредиты физических лиц. Это более 70% кредитного портфеля. На сегодняшний день банк предоставляет программные виды кредитов. Любой человек может обратиться в банк за получением кредита при условии наличия необходимого обеспечения. До 100 тысяч рублей это нужен один поручитель, физическое лицо, который является получателем социальных выплат. От 100 до 200 тысяч рублей необходимо предоставить двух поручителей, один из которых также должен быть обязательно получателем социальных выплат. Для получения суммы до 500 тысяч рублей понадобится четыре поручителя, двое из которых обязательно должны быть получателем социальных выплат. Процентная ставка вот под такие виды кредита? Что касается процентной ставки, конечно, ставки довольно высокие, сравнительно, если даже сравнять с Российской Федерацией. Такие ставки у нас по данным видам кредитов 36% годовых, но высокие ставки, они обусловлены отсутствием в республике, в банковском секторе длинных дешевых ресурсов, так как мы не имеем доступа к международным источникам заимствования. То есть единственный источник финансирования банковской системы, основной источник, это вклады, депозиты физических лиц, которые мы привлекаем на внутреннем рынке. Их объем ограничен, и, само собой, стоимость довольно высокая. Из этого и складывается дороговизна, высокие ставки по кредитам, предоставляемым банкам, физическим и юридическим лицам. То есть вклады вы должны как-то заинтересовать вкладчиков, в том числе высокими процентными ставками? Да, высокими процентными ставками, потому что под маленькие проценты люди не готовы, не идут и, собственно, не приносят деньги в банк. Но, несмотря на это, мы сейчас про потребительские кредиты говорим, пользуется популярностью эта линейка продуктов? Однозначно пользуется популярностью, но, на наш взгляд, спрос на кредиты в разы превышает предложение. То есть вот настолько. Георгий, а в целом по ситуации по республике, если смотреть, по количеству банков, какая там ситуация по кредитам? Насколько активно люди пользуются кредитами в других банках? Ну и вот я вам могу сказать, привести статистику за 2022 год. В 2022 году было выдано в общей сложности 13 965 кредитов на общую сумму свыше 4 миллиардов рублей. Естественно, с учетом погашений ранее взятых кредитов, также по тем кредитам, срок которых наступил в 2022 году, в результате этого кредитный портфель, совокупный кредитный портфель вырос свыше миллиарда 100 миллионов и составил на 1 января 2023 года 5 миллиардов 733 миллиона. По сравнению с предыдущим годом? Да, по сравнению с началом 2022 года. Опять же, что касается направлений, в основном 13 500 кредитов, это собственные кредиты, выданные физическим лицам. Общая сумма около 2 миллиардов. Также юридическим лицам было выдано 1 миллиард 800 и индивидуальным предпринимателям около 300-400 миллионов. Также, что касается среднеизвешенной процентной ставки, можно заметить, что по истечении 2022 года среднеизвешенная процентная ставка общая по всем видам кредитов составила 22,9%. То есть, меньше 23, когда как в 2021 году 23,6%. То есть, на 0,7% произошло снижение среднеизвешенной процентной ставки. Есть вот такая положительная динамика. И также хотелось бы отметить, что несмотря на все те трудности, с которыми столкнулся наш главный стратегический партнер Российская Федерация, у них, мы все знаем, с какими вызовами пришлось столкнуться российской экономики, И вот нам, нашему банковскому сектору, нашей экономике удалось избежать вот такого вот негативного сценария. И наоборот, по многим показателям, вот и в плане кредитования, и в результате прибыльной деятельности кредитных организаций, вот произошло вот такое положительное изменение. Ну, вы говорите, вот, Руслан, о том, что существует дефицит денежной массы, и поэтому не может банк выдавать длинные дешевые кредиты. Но зарплаты бюджетников уже все переведены через банки они получают, поэтому вот появилась же за последнее время денежная масса, но ее все равно недостаточно? Ну, что касается зарплат, это краткосрочная ликвидность, то есть необходимые длинные ресурсы. То есть зарплата поступила, человек на второй, на третий день снял, то есть рассматривать этот вид средств как ресурсы для кредитования невозможно. Что вы имеете в виду, вот, длинные дешевые деньги, чтобы наши слушатели, которые не разбираются в банковских делах, понимали, о чем мы говорим? Длинные деньги это кредиты, то есть, которые мы могли бы теоретически, если у нас был бы статус, всемирный статус признанного государства, то есть, кредиты, которые мы могли бы привлекать в иностранных банках, долгосрочные кредиты под небольшой процент. Вот вы говорите о долгосрочных кредитах, для того, чтобы выдавать долгосрочные кредиты, соответственно, нужно иметь средства. Откуда взять источник формирования ресурсной базы? У нас на данный момент, к сожалению, это, вот, как ранее было озвучено, это либо вклады физических лиц, либо это кредиты, привлеченные от Национального банка, но возможности Национального банка на данный момент практически исчерпаны, потому как вот из совокупного кредитного портфеля, вот то, что я говорил, 5,7 миллиардов рублей, свыше 2 миллиардов, это приходится на порядке рефинансирования полученные средства от Национального банка. То есть, откуда взять ресурсы? Это должны быть либо собственные средства банка, но банки у нас не обладают такими собственными средствами, чтобы выдавать на долгий срок. Либо это должен быть какой-то привлеченный льготный кредит по какой-нибудь процентной ставке льготной для дальнейшего кредитования на долгий срок. Либо, как вариант, докапитализация Национального банка с целью дальнейшего рефинансирования. Но это все уже, к сожалению, очень трудно реализуемо. То есть, внутри страны, как я понимаю, у нас нет пока ресурсов, чтобы изменить ситуацию, чтобы увеличить вот эту денежную массу? Ну, да, вы правы. Но со временем, я думаю, ситуация все-таки будет меняться в лучшую сторону. Просто на это нужно время, чтобы банковская система накопила определенный собственный капитал, собственно. То есть, на это нужно время. То есть, банковская система у нас находится в развитии. То есть, позитивная динамика есть, просто на это все уйдет определенное количество времени. Ну и в продолжении, для того, чтобы, собственно, банковский сектор накопил эти ресурсы, то есть, по ранее выданным кредитам желательно, чтобы их обслуживание соответствовало, чтобы деньги возвращались снова в банковскую систему. А тогда, в другом случае, когда ранее выданные кредиты не обслуживаются толком, эта сумма изымается из оборота, не может поступить в дальнейшем опять в банковскую систему для мультипликативного эффекта, вот приводит к тому, что у нас нехватка денег для кредитования, дальнейшего кредитования нуждающихся как субъектов экономики, так и населения в целом. Ну, если несколько лет назад проблема с возвратностью кредита в ОСТРО стояла, там речь шла об огромных суммах денег, то в последнее время за этим четко следят, мне кажется, банки, потому что и те же поручители, и заморозка счетов, и тех же зарплатных счетов и так далее. Сейчас есть механизмы, то есть, просто так тебе сейчас кредит вряд ли дадут. Ну, потому и получила развитие вся эта система по кредитованию получателей пенсии, зарплаты на карты, потому что банк может отследить сумму, во-первых, он не может ему выдать сумму больше, чем поручитель или заемщик смогли бы потом вернуть, и, соответственно, вот, потому... Я говорю, понимаю, речь, я говорю о небольших кредитах, да, потребительских, не знаю, как крупные кредиты, вот, какие есть механизмы, чтобы выдавать и обеспечить возвратность этих крупных кредитов? Мы, в целом, по всем видам кредитов минимизируем риски банка. То есть, по небольшим кредитам это поручительство физических лиц, по более крупным это ликвидные залоги, а именно коммерческой недвижимости. Потому что с живой недвижимостью всегда возникали у нас при... когда кредит становился проблемным для банка, то есть вопрос изъятия у собственника живой недвижимости довольно проблематичен. То есть, ввиду наших каких-то норм законодательства. То есть, и ввиду этого мы в залог берем только коммерческую недвижимость. Что касается нынешней ситуации, то есть, на данный момент, если брать там кредиты, которые были выданы нашим банкам с 2016, 2017, в основном, 2017 года, то среди них проблемных кредитов минимальное количество. То есть, ну, буквально можно на пальцах рук пересчитать. А те кредиты, которые выдавались в начале 2000-х, в 90-х даже годах, вплоть до 2015-2016 года, там довольно большой объем проблемных кредитов, которые были выданы без надлежащего обеспечения. То есть, а это все как бы лего тяжелым, так сказать, бременем на банковскую систему. Вот с Георгием мы неоднократно эту тему здесь в студии в том числе обсуждали. И мы, когда только вот система карточек вот вводилась, мы это тоже обсуждали, что люди не до конца доверяют банкам, поэтому стараются быстро снимать деньги. Кто-то вообще не против вкладов, не доверяет, помнит опыт 90-х и так далее. Но сейчас, мне кажется, ситуация стала меняться, и это тоже влияет на возможности банков. Вот в этом смысле вы видите какие-то изменения? Ну, в целом, то есть, что касается там обслуживания зарплатных проектов, люди уже перешли на безналичную оплату покупок, многие. То есть, какая-то вот культура появилась, то есть, люди перешли на безналичную систему, уже не так, как раньше, значит, зарплата поступила, сразу же все бежали в банкомат снимать наличность. То есть, в этом плане определенная позитивная динамика есть. Что касается вкладчиков, ну, у нас их довольно большой объем и в общем по сумме и по количеству вкладчиков. То есть, в этом плане люди доверяют Сбербанку, то есть, деньги несут с этим. У нас, в принципе, никогда проблем не было, и мы, собственно, никогда не подводили никого. То есть, с возвратностью сейчас, как я понимаю, вот проблемы нет с кредитами именно. То есть, банк создает условия, чтобы выдать и вернуть эти деньги себе. С возвратностью кредитов? Да. С возвратностью кредитов проблема была, есть и, к сожалению, будет. Все равно есть. Конечно же, это неизбежно. И это проблема не сегодняшнего дня, как вот было сказано, это проблема, которая накопилась за долгое время. Ну, какой-то процент, он и у российских банков есть, несмотря на... Ну, какой-то процент, да. У нас, к сожалению, вот если рассматривать долю, сейчас не углубляться, вот прям обесцененных суд, вот есть такое понятие, да, вот категории, можно сказать, четвертой, пятой категории суды, это как-то вот, они называются проблемными и безнадежными. Вот их доля в кредитном портфеле свыше 20%, все равно вот на данный момент сохраняется. Поэтому очень многие кредиты пролонгируются, то есть срок по ним наступает, нет возможности погасить, приходится пролонгировать и так далее. И вот, и по сути, те краткосрочные, казалось бы, кредиты превращаются в реальности в очень даже долгосрочные. А вот по количеству банков у нас в стране, если я не ошибаюсь, около 10 в целом, да, банков? 10 банков и... 10 банков, точно. А между ними вот существует какая-то конкуренция? А про то, что может повлиять на то, чтобы ставки банки снизили? Почему 36%? Почему там, ну, не меньше? Вот между собой банки все-таки конкурируют за... Ну, несомненно, конкурентная борьба присутствует, но что касаемо именно ставок по кредитным продуктам, то есть мы все находимся в одних, так сказать, условиях. То есть, что сегодня Сбербанк привлекает дорогостоящие ресурсы, что и другие коммерческие банки, они на тех же условиях привлекают. В связи с чем конкурировать именно по ставкам кредитным, ну, не приходится, как бы... То есть мы все находимся приблизительно в одинаковых условиях. По каким-то другим услугам, конечно, конкуренция есть, то есть по расчетно-кассовому обслуживанию и по другим банковским услугам. Но по кредитам, то есть ситуация у всех плюс-минус идентична. Хорошо, давайте на пальцах вот объясним. Я, как понимаю, вкладчиков вы привлекаете под 24%, как правило. Нет, вкладчиков 24%. Максимальная ставка вот в банковском секторе была 18% годовых. То есть даже не 24%. Да, вот в целом могу сказать, опять же, по 2022 году, если рассматривать процентную ставку по привлеченным депозитам в целом по банковской системе, то она составила 11,5%. Потому как были там и менее, там есть по 8, 10 и так далее. Хорошо. Почему банку тогда, если бы вы под 18 берете, почему банку недостаточно под 24 отдать потребительский кредит? Вы знаете, просто еще закладывается в сумме, вот опять же, процент вот этих невозвратных кредитов. То есть, по сути, риски банка заложены в этой процентной ставке. То есть, получается, один заемщик платит не только за себя, но и за того человека, который не может вернуть вовремя кредит. Вот это вот процент тоже заложен. Хорошо. Что сейчас может способствовать тому, чтобы банки понизили ставки и сделали кредиты более доступными? Помимо того, что у нас сейчас массы не хватает, что еще, какие факторы на это могут повлиять? Ну, собственно, в принципе, других факторов нет. Только проблема в денежной массе, то есть в ресурсе. Если, ну, здесь два пути развития. Либо, к примеру, мы получим какой-то длинный дешевый кредит, и за счет этого, значит, запустим процесс кредитования по более льготным ставкам, либо просто время, то есть постепенно развивать, стабильно развивать банковский сектор, и, собственно, это приведет со временем к снижению ставок. Вот вы ранее говорили о том, что конкуренция, вот я надеюсь, что здоровая конкуренция, здоровая как-то без привлечения административных или иных ресурсов, она только положительным лишь образом повлияет на вот и на процентные ставки. Вот, к примеру, за последние годы появились новые банки, там, СМР Абхазия, недавно был создан еще Аврора Банк, и вот банк будут набирать обороты, будут конкурировать между собой за хороших клиентов в рамках, опять же, правильной, здоровой конкуренции, и только лишь положительным образом это скажется на конечном потребителе. И будем развивать нашу банковскую систему, я думаю, что надо брать и не количеством, а качеством. Но вы не считаете, что много для страны, вот, 10 банков на 250 тысяч населения? Ну, вы знаете, когда я приходил только вот на работу в Национальный банк, тогда было 15 банков, а сейчас 10, то есть... То есть рынок сам отсеивает? Конечно, это рыночная экономика, кто-то выдержал, смог приспособиться, у кого-то не получилось, опять же, если рассматривать конкуренцию. Вот, тоже товарное кредитование, да, когда человек может приобрести тот или иной товар, телефон или еще какую-то вот технику. У нас, к сожалению, данную услугу предоставляет буквально пара банков. То есть, если было бы... Причем очень большая переплата, я когда-то пыталась узнать, просто было интересно. Вот, потому что там высокие риски, соответственно, высокий процент, и особо нет вот конкуренции. Вот, если другие банки тоже начнут предоставлять подобные услуги, процентная ставка снизится, придется, как говорится, адаптироваться к новым условиям. Но наши граждане, являясь еще параллельно гражданами России, они активно берут кредиты в российских банках. Если, допустим, что какие-то российские банки откроют здесь филиалы, как это может сказаться? У нас мало времени остается эфирного, но, тем не менее, хочется этот вопрос тоже обсудить с вами. Как вы на это смотрите? Вы знаете, вообще защита интересов банковского сектора – это краеугольный камень. Это, в принципе, если брать пример Российскую Федерацию, то неоднократно чиновники российской власти, они всегда выступали с отрицательным вот таким вот посылом по отношению открытия филиалов на территории России. Это связано со многими факторами, и если брать ситуацию в Абхазии, то это может привести в конечном итоге к разрушению нашего банковского сектора. А мы никто не застрахован, никто не знает, куда может повернуться политика того или иного банка, который придет в Абхазию. И он просто разом может свернуться, прекратить свою деятельность, а мы в итоге останемся и без, как говорится, российского филиала, и останемся у разбитого корыта. Ваши мысли понятны, не хочется сейчас выступать за или против, но тем не менее, с другой стороны, у людей будет возможность у бизнеса, развивать бизнес, брать более дешевые кредиты, и у населения те же потребительские кредиты использовать, как плюс, если вдруг, да, но как минус капитал, которым обладают российские банки. Надо взвешивать здесь все минусы и плюсы, и, соответственно, просчитать ситуацию. У нас, во-первых, есть еще ограничения, у нас есть закон о квотах, участие иностранного капитала в банковской системе. Поэтому... Руслана, вы как думаете, вот, как представитель Сбербанка? Да, если даже представим, что российский банк какой-то крупный здесь появился, далеко не факт, что он будет кредитовать по тем же ставкам, что в Российской Федерации. Грубо говоря, если один банк здесь будет присутствовать, и остальные абхазские коммерческие банки, смысл ему кредит давать дешевый? Это коммерческий банк, он будет заинтересован в извлечении прибыли. Он также будет кредитовать, он может понизить там на 2% пункта, чтобы, грубо говоря, задавить конкурентов, но не будет такого, что там кто-то будет давать кредиты под 12-14% годовых. Но вот эти 2% они же тоже будут существенны для людей? Все-таки люди изучают ситуацию. Тоже будут, но банковский сектор, поймать, это стратегическая отрасль. То есть рисков больше будет, чем выгоды. А сама вот система кредитования, она же должна быть подкреплена и страхованием. Вот это отсутствие страхования, если коротко тоже коснемся этой темы. Без нее мы как-то вот живем до сих пор, но... К сожалению, да. Как долго мы протянем так? У нас есть закон о страховании, но, к сожалению, у нас нет страховых компаний, которые могли бы предоставлять те или иные услуги. Страхование, если мы говорим про кредитование, там страхование жизни, здоровья, страхование от потери работы, да, и так далее. Там много моментов, где могло бы поспособствовать страхование как и возвратности кредитов, так и снижению потенциально в дальнейшем процентных ставок. Но, к сожалению, для того, чтобы запустился этот процесс, нужны именно страховые компании с капиталом, которые смогут обеспечить свою деятельность. В принципе, упирается это не в законодательные какие-то ограничения, а вот непосредственно вот в отсутствии таких страховых компаний с такими объемами ресурсов. Руслан, коротко, если на этот вопрос отвечать, без страхования банк живет до сих пор, но как? Ну, без страхования живет, то есть в России эта практика активно используется, но, на мой взгляд, возможно, субъективно, это только еще один способ заработка банка на своем заемщике. То есть из той практики, с чем мы сами сталкивались, то есть в России получить эту страховку или чтобы это возместили, то есть это очень тяжело и практически зачастую невозможно. То есть это было бы дополнительным бременем, вы считаете, для наших? Ну, я считаю, что да. Да, да. Я думаю, тема страхования – это отдельная тема для разговора, и отдельный эфир можно этому посвятить. Спасибо, что пришли к нам, ответили на наши вопросы. Благодарю. Спасибо. До свидания. Спасибо. Спасибо.